Ответ на ситуацию. Что делать, когда два сиблинга 8 и 5 лет играли мирно, но потом что-то случилось, и старший ударил младшего, он плачет, вы берете младшего, ударенного утешаете, в это время старший нападает на вас, кричит, выражает недовольство, что вы держите на руках младшего. Как поступить в этой ситуации? Конечно же, наше желание сразу прочитать нотацию старшему ребенку, да как же ты мог, ты сделал ему больно, ты на него напал, и ты еще теперь на меня нападаешь, и эта агрессия ребенка, она просто нас сбивает с ног, мы расстраиваемся, и мы понимаем, что наши слова, наши объяснения не доходят до старшего, при этом есть рыдающий младший, и самое интересное, что такие ситуации могут повторяться несколько раз на день и очень сильно выматывают. Что же делать в такой ситуации? Во-первых, конечно же, правильно, в ситуации, когда двое сиблингов поссорились, не решать, кто прав, кто виноват, а в первую очередь утешить того, кто у нас ударенный, того, кого обидели. Если старший при этом начинает выказывать ревность, начинает на вас напрыгивать, начинает кричать, бить вас кулаками, и явно ему не нравится, что вы занимаетесь сейчас младшим, вы утешаете младшего, но одновременно с этим вы должны признать негативные эмоции, которые есть и у старшего тоже. Потому что главная проблема, по которой эти два ребенка не смогли договориться, почему они поссорились, почему один ударил второго, не потому, что старший он агрессор, и он нехороший, он не любит младшего, не потому, что младший противный и пристает к старшему, не потому, что вы плохая мама, и не смогли организовать им время вместе. Главная причина этого инцидента и всех инцидентов сиблингов до 10 лет, я думаю точно, это незрелость детей. Детям еще сложно устанавливать отношения между друг другом, они не могут разобраться в ситуации, у них не получается, они залипают на одной эмоции, и вот хочу и все, хочу лопатку, хочу игрушку, буду за это бить, а мне еще сдачу дают и так далее. То есть дети на самом деле фрустрируются, они расстраиваются, они не могут решить ситуацию между ними, они начинают драться, потому что они по-другому не знают, как это решать. И вот появляетесь вы. Конечно же вы утешаете младшего, вы принимаете его эмоции, вы позволяете ему поплакать на ваших руках, но одновременно с этим вы можете посмотреть на старшего, который нападает на вас, возможно, сказать, дорогой, я вижу, что ты тоже расстроен, ты такой злой, ты такой сердитый, что тебе хочется даже меня стукнуть. Что-то у тебя пошло не так. Я сейчас утешу Петеньку, и потом через 5 минут я приду к тебе, я тоже хочу знать, что с тобой происходит. То есть вы пока не можете обнять двоих сразу, потому что старший нападает и на вас, и на младшего. Вы даете понять старшему, что вы с ним, вы понимаете его эмоции, вы понимаете, что он тоже расстроен, несмотря на то, что он агрессор был в этой ситуации, но он тоже расстроен сейчас. И вы заканчиваете с младшим ребенком, потом вы поворачиваетесь к старшему, и вы уже занимаетесь старшим. Тоже в первую очередь надо признать чувства ребенка, нотации читать смысла нету в момент, когда все плачут, расстроены и так далее. Оградить ребенка от того, что, например, он может себе повредить, или, например, кого-то ударить, за ручки подержать, дать ему поплакать в ваших объятиях. И потом, когда уже все успокоились, можно поговорить, можно обсудить ситуацию, можно вместе подумать, а что мы могли бы по-другому сделать. Но самое главное и самый первый шаг, который поможет вам утихомирить любую бурю между детьми и вообще в вашей семье, это признать, констатировать чувства расстроенного человека, ребенка, либо взрослого. Тебе это не нравится, ты расстроен, ты очень сердитый, ты хотел по-другому. Это поможет ребенку, который расстроен, скорее успокоиться и сотрудничать с вами. Вот такая вот рекомендация. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, поделитесь вашим опытом и жду вас в следующих ситуациях. Пока!